Здарушки народ, с вами Илья, это Игра День, и я продолжаю радовать вас крутыми мобильными играми. Много всего выходит за последнее время, меня это очень радует, и я продолжаю пилить для вас видосики, так что поддержите меня лайком. Сегодня я покажу вам реально крутую новинку, которая многим уверен понравится, и давайте не будем затягивать, и поскорее начнём. Поехали! Перед нами сегодня замечательная 2D экшн-аркадка с красивой рисовкой и отличной динамикой. Это игрушка Cocos Must Die, которая только вот-вот вышла в релиз. Прямо сейчас её можно спокойно скачать на ваши Android и iOS девайсы, и игра более того бесплатная. Вообще, сразу скажу, игра мне очень понравилась, она реально красивая, запоминающаяся и очень качественная, и такое редко встретишь на мобильные девайсы. Я как только поиграл, сразу решил вам тоже о ней по-быстрому рассказать, сообщить, так что, ребята, смотрите. В общем, это такой платформер-шутер с оригинальным управлением, и здесь мы указываем путь, траекторию своему герою, тем самым передвигаемся, перепрыгиваем препятствия и гасим множество врагов. Вообще, это такой шуточный, но довольно качественно сделанный и динамичный экшн, в котором вы играете за супер-секретного агента с особыми навыками. Тут мы сражаемся с печеньками-мутантами, и должны их остановить. Вообще, по лору игры, безобидная, на первый взгляд, машина, отвечающая за производство печенья на фабрике, выходит из строя, и начинает производить печенье мутантов. Идёт такой апокалипсис, и мы должны этому зло противостоять. Вообще, главная фишка игры, это управление, и здесь мы используем непривычный джойстик, а именно свайпы по нашему экрану. Больше всего это похоже на игрушку Дандара, и вообще, именно управление мне здесь очень понравилось. Тут мы должны, в общем-то, указывать траекторию полёта нашего персонажа, и в момент нашего указания траектории, тут замедляется время. От этого, опять же, удобно, и это необычно. Также, в процессе прохождения, мы уже встречаем различных боссов, которые, конечно же, требуют особого подхода. Игрушка очень яркая, динамичная, с юмором, с классной идеей, заставкой, и просто с очень атмосферой. На самом деле, это такая игра в стиле аркад ещё 90-х, но на новый лад, и получается такой даже консольный, что ли, уровень, но на мобильные девайсы от этого, опять же, очень приятно. В общем-то, всё это сопровождается качественным звуковым оформлением, да и вообще, игра оставила весьма приятные впечатления, поэтому 100% советую попробовать. Попробуйте, в общем, игру, ссылки в описании, и напишите в комментариях, как вам, понравилось или нет, интересно будет узнать. Ну и, ребят, я очень стараюсь для вас пилю такие вот видосики, поэтому надеюсь на вашу поддержку, обратную связь, поэтому нажмите лайки, буду вам максимально за это признателен. Лукас, на самом деле, мотивирует меня создавать такие видео, если будете поддерживать, я ещё больше буду стараться для вас, поэтому надеюсь, что мы будем с вами на одной волне. Ну а так, подписывайтесь на канал, буду рад подпискам, и далее буду ещё пилить для вас годноту. Ладно, всё, заканчиваем на сегодня, и скоро мы увидимся, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok